Семья это очень интересное социологическое понятие, поскольку семья это тот социальный институт, который сопровождает нас на протяжении всей жизни. Сначала мы имеем опыт проживания в родительской семье, потом мы заводим свою семью. Ну и, собственно, это такая вещь, эти практики, которые нам всем известны. Но при этом для социальных исследований нет однозначного ответа на то, что же является семьей, поскольку есть представления и так называемые нормативные определения о том, что такое семья. Государство видит исключительно как зарегистрированные отношения между мужчиной и женщиной. С одной стороны, мы очень просто можем сказать, что такое семья, если обратимся к тем официальным документам, которые регламентируют эту сферу деятельности. С другой стороны, социальные исследователи по-новому пытаются определить вот это сложное и интересное социальное явление. И поскольку мы говорили о том, что само определение семья является вот таким неоднозначным, то мы можем выделить, в общем, разные подходы и тех акторов, тех субъектов, которые пытаются определить семью. Но, как мы уже говорили, в первую очередь это государство. Коли речь у нас идет о семейной политике, которую проводит государство, то государству, конечно, хотелось бы посчитать, определить и точно знать, какое количество семей есть у него, с какими проблемами они сталкиваются, соответственно, какая помощь в рамке этой государственной политики им нужна. Дать определение семьи хотят и различного рода социальные исследователи, демографы, которые предоставляют нам статистические данные, социологи, которые пытаются понять, каким же образом изменилась природа детских-родительских отношений, партнерских отношений. И, соответственно, как бы сами люди, которые в своей повседневной жизни вносят определенные смыслы и значения вот этим своим семейным отношениям. Семейные отношения для меня что? Это близкие отношения с людьми, с которыми я разделяю свою повседневную жизнь? Или семья – это просто тот набор ролей, которые я должна выполнять в соответствии с тем, что у меня в паспорте стоит печать о браке? Российская семья является для исследователей очень интересным случаем, поскольку, с одной стороны, у нас есть достаточно специфическое наследие советского гендерного порядка и советской семейной политики, которая делает, в общем-то, наши семейные отношения брачно-реподуктивные, дискородительские, достаточно уникальными. С другой стороны, те тенденции изменения брачно-репродуктивного поведения, которые есть в западноевропейских странах, мы можем наблюдать и в России. Поэтому российский случай представляет собой такой очень интересный микс, когда, с одной стороны, мы видим те модели, которые сложились и которые достаточно устойчиво передаются, скажем так, с поздней советского периода, и те практики воспитания, и те практики распределения семейного бюджета, когда, значит, деньгами на домашнее хозяйство исключительно женщина распоряжается. Но также мы можем видеть и, соответственно, такие современные тенденции, когда молодые люди, принимая решение о рождении ребенка, учитывая те жизненные условия, в которых они находятся. Они хотят сначала получить образование, выйти на рынок труда и сделать некий задел в своей карьере, и только потом уже принимаясь решение о рождении ребенка. Это такая, с одной стороны, область деятельности государства, с другой стороны, это направление социологических исследований, социальных исследований. И появилась она в 60-е годы 20 века, связывают появление семейной политики с расцветом государства общего благосостояния, так называемых welfare state, когда западноевропейские государства в пословоенный период на волне экономического роста, на волне представления о том, что нужно оказывать социальной поддержке различным категориям граждан, которые у них нуждаются, обратились к семье как к такому важному объекту своей политики. В целом выделяют так называемое узкое и широкое определение семейной политики. Узкое определение семейной политики исходит из представления о том, что семейная политика – это часть социальной политики государства. Это просто все те программы и меры, которые государство адресует семьям. Это пособия, это детские сады, это организация каникулярного отдыха и прочее. Другие исследователи говорят, что нет, нельзя так узко трактовать семейную политику, поскольку очень много действий государства и правительства, которые оно предпринимает, но которые напрямую не адресованы и не связаны с семьей, все равно они так или иначе влияют на уровень благосостояния семьи. Например, мы повышаем тарифы на ЖКХ, это не является мерой узкой семейной политики, но повышение квартплаты прямым образом влияет на наш семейный бюджет. И поэтому в данном случае семейная политика рядом исследователей рассматривается, как все меры, которые предпринимаются государством, и которые тем или иным образом оказывают влияние на уровень благополучия семьи.